Значит, я белю на зиму, в конце октября в основном, перед дождями осенними, последними. Добавляю туда водоумульсионку, пачку перца на пачку, на банку 2-3 килограммовую запаренного красного перца. Либо деготь, можно и 100 грамм вылить, ничего не будет, можно к реалину, в пределах 100 грамм на эту емкость. Добавляю еще клей ПВА. Некоторые скажут, не пойдет, ты что говоришь? А тут просто ясно, сразу отвечаю. А клей обойный можно? Я говорю, тоже можно. А почему нельзя добавить? Для чего? Чтобы не смывало дождем нашу смесь, приготовленную. Для этих целей мы все это добавляем. Ведь краска у нас водоумульсионная на милу, красный перец, креолин. Ну это защита от мышей, в первую очередь, со всеми этими добавками нашими. Сразу же, сразу же, можно туда добавить еще креолин от мышей. Но это же опять же лечебное. Все бактерии, какие у нас снизу гнилостные идут, мы высоко, я беру до полутора метров примерно, до двух метров. Это же и от мышей заболевали. Да, да, но это же все густое, это же все густое. И мои деревья, вот, позапрошлым году морозы до 42 градусов доходили. У меня и яблоки были после тех морозов, и груши были. Показательные выставочных сортов, вот, образцов. Вот так вот, где, где, что, она сразу раз, и у меня все выровнялось. Вот, видите, какая краска плотная, видите? Ну, опять же, скажут, ну, дышать нечем, дышать нечем дереву. Да дело в том, что разрастаться все будет, все будет, дожди идут. Вот, видите, она все смывается к осени, даже близко этого ничего не останется. Так дело в том, что мы сохраняем дерево от морозобоин, сохраняем дерево от морозобоин. Потому что оно сразу отрезает все от яркого солнца. Ну, а внизу от мышей, самое главное, от мышей. Потому что выращивает человек яблоню, выращивает человек грушу, выращивает человек сливу. А мыши раз съели. А добавляешь креолин, ПВА немножко креолин. Это же все на воде. Это же все. Субтитры сделал DimaTorzok